Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать обратно! Варлы, кстати, чуть не забывают дробовик подобрать, точнее, килингрум. Ну что, поехали! Прошлый забег, всё шло хорошо, пока мы не подобрали плохой предмет, но мы сделали много-много-много-много положительных выводов. Во-первых, крит хуйня, простите на мой французский. То есть, повышать крит не стоит, у нас реально не хватало урона, очень не хватало урона. Так, у нас, кстати, сейчас нормально выносливость и нормально скорость. И поэтому, знаете, что я нам повышать буду? Я нам буду, наверное, повышать защиту. Защита это шанс уклонения считать. Ну, можно назвать это уклонением или чем-то таким. Так, пацаны, ловите! Ха-ха! Так, тут надо сделать двойной килл. Хорошо. Молодец, двойной килл сделал, урон при этом получил. Ну ладно. Так, на автомат 140 патронов в запасе. Это есть гуд. Гуд. Это есть гуд. Это нам будет полезно. Тише, тише, тише. Хорошо. И вас двоих убить тоже нам не помешает. Это что за покемон? Сборник мотивирующих цитат. Плюс 10% выносливости. Вау! 10% выносливости это... Здравствуйте. Простите. Да что ты... Ха-ха-ха! Этот парень мне надоел. Вы видели, какой наглец. Эм... 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 Да, спор... Плюс 10% выносливости это очень много. Это очень много. И это нам поможет... Я думаю, значительно поможет в будущем. Знаете что? Может взять... Нет, один выстрел на дробовик это явно глупо. Лучше брать много патронов на... На шмайсер. Да, кстати, мне... Спасибо. Мне сказали, что этот автомат называется шмайсер. Теперь я могу умничать. И делать вид, как будто я... Что-то понимаю в автоматах Второй мировой войны. Оп. Подождите. Секунду. Отлично. Спасибо. Благодарю вас. Так. Шмотки у нас... Уууу. Дробовик. Возможно, это имеет смысл, между прочим. Это, возможно, имеет смысл. Если бы у нас просто была тысяча, я бы, может быть, даже бы... Потратился на то, чтобы взять... Дробовик. Но... Посмотрим. Будка самоубийств. Хм. Насчет будки самоубийств я, кстати, подумаю. А почему нет? Почему бы и нет, да? Давайте используем пополнение здоровья. И тут же юзнем будку. Которая вот... У которой маленький шанс. И все, она сработала. Отлично. Мы получили халявную популярность. Теперь мы получим дополнительный положительный предмет. После окончания этажа. Отлично. Будка самоубийств на первом этаже это супер. Ну, если бы мы умерли, я бы расстроился. Но, по-моему, это того стоило. На первом этаже будка самоубийств почти 100% дав шанс, что я ее использую. Слишком... Слишком много мы хорошего из нее получаем, чтобы ее игнорировать. По моему мнению. Ну, тут ваше мнение может различаться. То есть, первые 5 минут заново переигрывать тоже не всегда охота. Ау. Ну, урона столько здесь получать в бою с этим парнем явно не стоит. Но, что-то я разучился перепрыгивать лазер. Угу. Отлично. Полечимся. Мы не насобирали тысячу. Мы насобирали 950. Мы можем попытаться купить дробовик. Но, знаете что, я не буду. Я не буду. У нас дофига патронов на автомат. Дробовик, если что, лучше после того, как убьем снеговика. Либо попробуем сменить на другое оружие. Либо что-то вроде того. Короче, поехали на следующий этаж. Популярность тратить не будем. Калаш-минатор. Со штурмовой винтовками наносим больше урона. И у нас иммунитет к ближневойному урону от зомби. Это будет полезно на будущих этажах. Короче, повышаем здесь урон. Здесь броню. И будем защиту повышать. Попробуем защиту выкачать на максимум. Вместо того, чтобы здоровье повышать, попытаемся увеличить защиту... Выкачать защиту на максимум. Ну, защита это такая штука. Если повезет... Если повезет, то она будет супер. Но... Ну, в смысле, то есть... Она же не 100% гарантирует, что она будет блокировать урон. Шанс. Вот это не надо было делать. Не надо было делать то, что я делал. Из дробовика здесь явно стрелять не надо было. Особенно, если стреляешь мимо противника, а не в него попадаешь. Ну, ладно. Знаете что? Мы хотим, наверное, сразу на снеговика пойти прямым... Прямой наводкой. Воу! Прямой наводкой на снеговика, да. Ах ты собака. Потратить все патроны на дробовик. И уже потом... Заниматься остальными делами. Такими, как зачистка комнат и все такое. Нет, не трать патроны. Не трать их. Во! Другое дело. Конечно, выстрелов нам не хватит, чтобы добить... ...снеговика до конца. Придется из шмайсера пошмалять. Да? Да, погнали. Зато мы точно уже будем знать, на что рассчитывать. Хорошо. Так. И где-то за спиной упали сосульки. Которые взорвали бочку. Вот такие промахи нельзя себе позволять. Тут я беру на себя 100% ответственность. Ну, по-моему, от этих сосулек у нас... ...не было шансов особо уклониться. Стрелять в него лучше всего после того, как он делает... ...да, ближнебойную атаку, он останавливается и становится уязвим. Хорошо. Оп. Тебе еще выстрел. Три выстрела осталось в дробовике. Я думаю, все будет окей. Хорошо. Прямое попадание. Почти прямое попадание. Еще один удар сосулек пропускаем. Но он уже почти готов. Практически. Последний выстрел, конечно, мы в него... ...попали. Но Шмайсер завершит нашу работу. Отлично. Спасибо, Шмайсер. Спасибо, дробовик. Вы настоящие друзья. Пополняем здоровье. Здесь у нас отмычка. Насчет которой я не уверен. Ну, и дробовик у нас, да, пустой теперь. Зато мы точно знаем, что мы... ...этот дробовик потратили с умом. А не на всякие глупые комнаты. Оп. Да уж. Я вас понял. Вау. Вау. Веселая комната. Я не совсем уверен, как ее проходить. Ну, это не значит, что... ...она непроходимая или что-то такое. Это значит, что я не знаю, как ее проходить. Смена оружия. Будка. Взять случайное оружие. Отлично. Шлепалка. Ну, мы сменили все равно пустой дробовик. То есть, он... ...все равно он для нас был абсолютно бесполезен. Патроны на него пополнять супер невыгодно. Так что... ...я, в принципе, доволен даже шлепалкой. Мы попробуем ее применять. Попробуем получать популярность. Постараемся. Ау, 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 ау. Не, ребят, ребят, вы не понимаете. На, хедшот. Самсон. Вы бросаете с удвоенной силой. Окей. Бросаем, так бросаем. Хорошо. Броски с удвоенной силой. Я не уверен насчет этого. Насколько это будет для нас полезно. Что я точно знаю, что нам бы неплохо пополнить, наверное, здоровье. Наверное, не помешало бы. Хорошо. Ну, и пока у нас нет... ...пока у нас нет... ...заморозки, то, конечно, со шлепалкой надо быть аккуратней. Слишком сильно не рисковать с нею. Но если шанс сделать хедшот предоставляется, то почему бы и нет? Ну, и Самсона мы применять можем для того, чтобы бочки взрывать прямо в лицо противникам. Не заботясь о том, чтобы наносить выстрел дополнительный. Кидаем бочку, она сама взрывается. Так, убить лазер первым делом. Потом все остальное. Вот этими парнями шлепалка же здесь... ...просто мы сами себя ударим, да, если шлепалку будем использовать. Так что... ...зачем нам это нужно? А вот так сделать, это святое дело. Ууу. Окей. Шлепалка была у нас недолго. Зато у нас теперь есть винтовка. И это меня радует. И боеприпасы для нее. Вау. Окей. Это прошло отлично. Это прошло просто замечательно. Эта комната была для нас суперполезна. Так. Вот давайте по порядку, чтобы я не запутался, не забыл ничего. Сначала сюда. Теперь у нас есть и винтовка, и шмайсер. 25Х. А, это мы так и не решили. Что 25Х? Ну, нажимаем мы. Вот какой-то рычаг и что-то 25Х. Без понятия что. У меня нет идей. Никаких. Что есть в этой комнате? Ячейки с... Трупами. Ну, там были когда-то трупы. Сейчас их там нет. Наверное, они встали и ушли. 25Х и рычаг. Не знаю. Слушайте. Пофиг. Пойдем отсюда. Гори он синим пламенем. Этот сейф. Нафиг он нужен. Тоже мне. Большая шишка. 25Х. 25Х. У меня есть для тебя один ответ. 25 Хуикс. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как я пошутил, а? Облом? Так. Ага. Зато вот это мы точно решили. 3, 1, 4, 1. Это мы решаем всегда. У нас есть уточка. Уточку перед тем, как брать, надо бы потратить популярность. Пускай ждет пока меня. Я сейчас приду. Утка. Утка. Я сейчас приду. Жди меня, и я вернусь. Жди меня, и я вернусь. И мы как раз деньги вот здесь можем взять за популярность и купить себе плюс один к защите. Случайный предмет, что не очень круто, но с пивом пойдет. Так, так. Теперь вернуться за уточкой. Здравствуйте. Уточка. И что? Взять плюс один к защите за 500 денег. Знаете что? Это плохая идея, наверное. Плюс один к защите это очень мало, и 500 это не стоит. Бооприпасы тоже я пока что не хочу. У нас вроде все нормально в этом плане. Случайные предметы, нахрен. Попробуем более консервативно играть. Консервативность, конечно, убила собаку, но... Ну, знаете что? Я открою один гроб. Вот моя всякая... А нет, знаете что? Хорошая идея это купить здоровье здесь. Вот, здоровье стоит-то недорого. Аптечку вот купить вот эту. Сколько там она стоит? 200 денег или 150. Короче, да, вот купим аптечку. И гроб даже открывать не будем. Хрен с ним. И просто пойдем на следующий этаж. Тут у нас все нормально, да? У нас есть автомат. Вот, что за... Вы в два раза быстрее перезаряжаете оружие. Вау! И вы получаете еще один слот для оружия. Вау! Хрена. Увеличиваем урон. Берем себе брони. Повышаем защиту. И продолжаем. В два раза быстрее перезаряжаете оружие. Вот это круто. Окей, этот забег превращается в наш шанс на победу. Может быть, наконец-то мы сможем победить. Вау, за быстрее перезаряжаете оружие. Это значит, что наш пистолет будет суперэффективен. Ух ты! И автомат. Да и винтовка. И мы можем взять еще одну пушку. Супер. Мы в шоколаде, я вам говорю. Если вы думаете, что мы до этого были не в шоколаде, то теперь мы точно в шоколаде. Только... Не умереть в какой-нибудь очень такой наглой комнате. Все будет хорошо. Да, кстати, винтовка. Наверное, неплохое оружие для комнат. Ау, лазер. Нормально так вроде раздает. Конечно, на всяких червяков ее тратить не очень хочется. Но что сделаешь? Много чего не хочется. Может, надо точность повысить? Что-то мы давно точность не повышали. Как думаете, полезно будет или нет? Я думаю, что возможно. Ответ главного политика. Я думаю, что возможно это будет полезно. А возможно будет бесполезно. Все зависит. И делаем так же. Сначала идем на босса. А потом все остальное. Здравствуйте. Где ударная волна? Окей. Мы только что пробежали по капкану. Я не знаю, как я не получил урона. Окей. Совсем плохо. Уходим. Не надо. Не умирай в этой комнате. Пожалуйста, варлок. Я прошу тебя. Вау. Эти червячки. То еще развлечение. Угу. Совсем другое дело. Ну что ты будешь делать? Вот так вот надо присаживаться и включать режим прицела. Вот тогда мы будем стрелять точно. Как в контре, блин. Хорошо. Давайте все перезарядим. Что-то мы этот. Комнаты проходят хуже, чем мне хотелось бы. Скажем так. Справа здесь будет оружие. Давайте хоть посмотрим, что нам на этом этаже предлагает игра. В качестве пушки. Не знаю. Насчет вот этой тактики. Насчет тактики заходить в комнату, присаживаться и начинать стрелять. Я не уверен. Ууу. Заморозка. Окей. А, она же третьей пушкой нам пойдет. Вообще окей. Вообще окей. Но у нас мало здоровья. С этим быть осторожней необходимо. И это сто процентов. Потому что сейчас один капкан и мы как бы умрем. В этом капкане просто с концами. Поэтому обходи капкан и следи. Следи за тем, что делаешь. Не торопись. Победа у нас в кармане, если я не тупану. Мы живы. Оп. Обходи капкан. Обходи капкан. Так. Хорошо. Отлично. Оп. Осторожней. Немножко осторожней можно. Ну что. Давайте знаете что. Можно взять брони. Вот. Хорошая идея. Наверное. Заряжена. Заряжена. Заморозка. Заморозку стоит использовать при входе в комнату. По-любому. Хранить ее точно не стоит. Заморозить часть врагов. После этого спокойно, тихо и мирно уничтожать оставшихся. Или во всяком случае нанести какой-то урон быстренько. Хотя бы одному врагу. Замороженному. Потом уже делать все остальное. Хорошо. Я аж голову отвожу в стороны, когда уворачиваюсь от этих выстрелов. Отлично. Хедшоты рулят. Не поспоришь. Раз. Ну что, босс приближается. Где враги? Ооо. Это червячная. Это червячная хрень. Не люблю вас, червяки. Простите, но должен признаться, я вас, мягко говоря, не обожаю. Можно еще пополнить здоровье здесь. Но вообще, на червя нам не должно понадобиться здоровье. Во всяком случае, в больших количествах. А после того, как мы убьем его, мы вообще получим. Мы вообще получим пистолет, который разорвет остатки этого этажа в клочья. Ну и винтовка. Идеальное античервевое оружие. Он даже не успел ничего сделать. Даже пискнуть не успел. Я был абсолютно неправ, что боялся за нашу жизнь. Мы тут в шоколаде. И пистолет у нас новый. И броню мы получаем. Все. Круто. Теперь мы можем зачистить этот этаж. Подобрать все, что у нас тут еще есть. С ускоренной перезарядкой этот пистолет будет разрывать клочья. Это что, просто комната с этими лазерами, да? Получили удар, ну что сделаешь? По сравнению с прошлым забегом, когда... Я уже говорил, что после прошлого забега этот забег будет казаться раем. Но он и так казался раем. Теперь это вообще просто самый райский рай. Самый райский рай. Гениально. Так, нужно ли нам что-нибудь? 3000. Хотим ли мы купить автомат? Я думаю, нет. Нужен ли нам пояс верности? Вот боеприпасы я бы купил для винтовки. Знаете что? Пояс верности того стоит. Снижение урона от ловушек, это всегда хорошо. Ну не всегда хорошо. Вообще это чисто для меня хорошо, потому что я идиот. Я куплю боеприпасы для винтовки. И я куплю это здоровье. По-моему мы зарядились хорошо в этой комнате. Очень хорошо. И еще боеприпасы для винтовки. Чудно. Окей. Я передумал. Тут есть телепорт. Зачем это делать? Непонятно. Я вам говорю. У нас все шансы победить именно на этом забеге. У нас есть все, что нужно. У нас даже есть заморозка, которая может сделать шлепалку хорошим оружием. Если шлепалка нам попадется когда-нибудь. Заморозки, кстати, все равно. Стоит комнату начинать с заморозки. Кого-нибудь. А потом уже стрелять из других оружий. Вот так вот. Ну, мистер. Не хотите умирать? Как хотите. Не говорите, что я не предлагал. Вот так вот. На. Это тебе. Мистер червь. Едетка. Так. Холодильники. Не стоит забывать. Там броня лежит. Периодически. Я не знаю, нужна ли нам на самом деле заморозка при входе в комнату. Можно делать вот так, как я сделал. Заходить в комнату, присаживаться и с прицелом стрелять в кого-нибудь. Но. Это тактика. С этой тактикой можно поспорить сто процентов. С ее эффективностью. Хорошо. Не промахнулись. Ну, что такое? Я думал, ты умер. Богач. Вы получаете плюс 5... Плюс 1% криту за каждые 2000 долларов. Ну, это было бы намного более полезным на начальных этажах. Но. Сейчас это будет как минимум не бесполезно. Крит всегда хорошо. Так что. Против я не буду. Скажем так. Хм. Хорошо. Может нам забить на исследование этих комнат, оставшихся на этаже. Но, если честно, во мне говорит просто лень. Так-то. Ауч. Знаете что? Да, я этот ящик выкинул. Не нравится мне то, что я задумал. Монстр килл. Ну, вот теперь будку самоубийств я не использую. Нет. Нет. И еще раз нет. Слишком это жирно. Будку для самоубийств использовать, когда мы в такой хорошей ситуации. Я думаю, что меня не простят. Я думаю, меня люди в комментариях просто найдут. И, скорее всего, сожгут. Ритуально. Трипл килл. Сучки. Окей. Осторожно. Ну, елки-маталки. Окей. Слегка попали в капкан. Но это не проблема. Все хорошо. Дабл килл. И опять попали в капкан. Но все нормально. Колесо фортуны. А, нет. Опять же, оно убивает. Зачем мне такое счастье? Мы уже находили на этом этаже предмет. И магазин находили, да? Что еще хорошего мы тут можем найти? Может, нам нужно забить на него? А, мы получаем популярность за заход в каждую комнату. Забивать особого смысла не вижу. Оп. Перезарядим. Но комнаты, блин. Комнаты отличаются умом и сообразительностью. Да что вы говорите? Деловые. Эх. Пустите меня. Я в танке горел. Я летчик. Окей. Отлично. Я сразу наступил на шипы. И сразу же за мной погоня червячная. Хорошо. Теперь кинуть в пастыкву, ребята. А, смена оружия. Окей. Знаете что? Я хочу сменить заморозку. Она мне не нравится. Ну, она мне нравится. Но я надеялся на что-то действительно хорошее. Ну, мы получили бейсбольную биту. Но... Там мог быть и пулеметы. Наверное. И что-нибудь еще. Или в случайных оружиях может выпасть только оружие, которое на этом уровне бывает. Не знаю. Пока что нам... Нам дробовик попадался в случайных оружиях. Один раз. Настоящий дробовик. Ну, не обрез, а дробовик именно. Так что тут, наверное, все-таки она стоит того, чтобы ее использовать. Просто в игре до хрена ближнебойных оружий бесполезны. И они вечно попадаются. Отличненько. О, на воздух слетел. Гробы. Ну, насчет гробов я подумаю, конечно. Но пока не горю желанием. Я лучше, если честно, еще денег получу. На будущее. Или патронов для винтовки. Наверное, патроны для винтовки самое лучшее вложение нашей... Нашей популярности. Потому что она у нас уже сейчас начнет зашкаливать. Как бы до ста ее сейчас уже доведем. Сто нам не нужно. Ну, посмотрим. Я слышу, червя! Я слышу тебя! О, хорошо! Оп! Осторожно! Трое больших дядек. Ну, нифига себе. Ой, оружие на выбор. Будем надеяться на дробовик. Это он, действительно. Вау! Это действительно он. Короче, у нас... Че? Нет. Я не хочу. Я хочу поменять бейсбольную биту. Вы не мешайте мне. У нас набор отличных пушек. Просто шикарных. И... Потрать... Купим мы для него боеприпасов? Или для винтовки? Я думаю, что... Дробовик, наверное, поинтереснее будет, да? И все. Мы с этим этажом закончили. И мы получили до хера всего. Просто до хера. У нас шикарный забег. Мы сейчас еще получим... Мастерство владения косой не очень. Вы получаете 20 долларов за каждого убитого врага. Вау! Вот это очень хорошо. Это супер для нас будет полезно. И... Продолжим повышать защиту. Пока что это работает. Пока что это работает. 20 долларов за каждого врага. Это... Жирно. 10 врагов считайте аптечка. А в комнатах врагов бывает и больше, чем 10. У нас есть оружие. Я думаю, со шмайсера мы начинаем сейчас стрелять направо и налево. Хотя я не скажу, что шмайсер... А, мы от этих ребят вообще не получаем урона, да? Вот эта пассивка, которая делает так, что мы не получаем урона от зомби. По-моему, это лафа та еще. Если у нас... Мы найдем ближнебойное оружие, то мы по-любому должны взять ближнебойное оружие вместо шмайсера. Чтобы как раз и использовать эту пассивку. Мы сможем набивать популярность на зомбарях. Я думаю, опять же, хорошая идея пойти сразу на босса, а потом все остальное уже делать. Оп. Но только ближнебойный урон мы от боссов не получаем, если я правильно понимаю. Да, дальнобойные все равно они нам наносят. Так что... Здесь не стоит расслабляться. Аптечка не нужна пока что. Так. Снять дальнобойных врагов. И ближнебойные уже для нас никакой опасности не представляют. Он остался один. Пару хэдшотов и он готов. И вы, ребята, просто... Просто мясо. Живучий, блин. И... Заражаем шмайсер. Вау! Вот это была большая ошибка. Ну, как большая ошибка. Слишком... Слишком... Слишком резко я напал. Эм... Ну что? Готовы мы на босса? Достаточно у нас здоровья? Я бы сказал, что, конечно, недостаточно. Ну, а что делать? Давайте один гроб откроем на всякий случай. Ах! Надеюсь, что отмычек хватит. Ну, давай. И... Йоп! И... Йоп! И... Оле... Оп! Отлично! Молодец! Сложный гроб не такая сложная штука на самом деле. Еще бабло. И вот и аптечка. Ну, теперь я... Сто процентов готов на босса идти. Использовать мы здесь будем, да. Винтовку. Здравствуйте. Даже не сомневайтесь, что я здесь буду использовать винтовку. Оп! Знаете что? Винтовку будем использовать на том моменте, когда он поворачивается спиной после стены. После того, как врезается в стену. Вот эту мелочевку из винтовки я отстреливать не горю желанием. Оп! Оп! Да что ты! Перестань, друг. Вот. Сейчас. Сейчас будет винтовка. Молодец. Не перезарядил ее предварительно. Очень умно. Хорошо. Мы живы. Все будет хорошо. Все будет офигенно. Давай. А, это лазер. Блин. Что давать-то? Опять призывает. Да что ты будешь делать? Мы можем бесконечно, кстати, на нем фармить бабло. Но... Вот это, наверное, совсем плохая идея. Ах! Хотел добить из дробовика. Ооо, не подходи ко мне. Все, мы его сейчас добьем. Отлично. Ноль проблем. Берем аптечку. Еще деньга. Тут запасные аптечки, если что, лежат. Броня. Отлично. Просто замечательно. Так. Все перезарядить. Чудно. Ну и начинаем исследование комнат. В которых у нас тоже должно быть намного меньше проблем. В основном из-за того, что у нас... В основном из-за того, что у нас... Иммунитет к атакам зомби. Оп! Скорее, 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 скорее. Беги, 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 беги. Ну. Когда эту комнату не знаешь, конечно, то... Стремно. Ну а... Как только узнаешь весь ее секрет, так сказать. Так называемый. То уже, в принципе, проблем возникает мало. Здравствуйте, Капкан. Как ваши дела? Мы 100% не используем колесо. Ооо, нет, детка. Никаких колес. Сегодня. Колесо, это не про нас. Так, слева здесь... Оп, вообще не туда иду. Молодец. Капканы, здравствуйте. Здесь нам налево. И здесь будет... Ооо, какая веселая хрень. Тут можно пробежать посередине, что ли? Окей. Я только что убил нас. Надеюсь, что нет. Я не совсем вижу, как нам... А, вот по этому столу, наверное, выйти нам можно. Так. Ну, а отсюда только выйти обратно мы можем. Короче, я нахер эту ловушку не собираюсь решать. По-моему, там в какой-то момент, что ли, надо пробежать. Но я не уверен, что получится. Да не, это невозможно. Ну, я не хочу говорить невозможно. Я не знаю, как. И мне все равно. Кошка нажала на... Мышку. Кошка нажала на мышку. Так, зомби. Взрывной зомби. Взрывной зомби. Уходим от него. Только он нам может урон нанести. А эти зомби остальные нас не бьют. Вот. Отлично. Так, пацаны, подождите. Я перезаряжусь сейчас. Чтоб у меня был двойной килл по вам. Дабл килл. Да что ты будешь делать? Тройной килл не получился. Сколько у нас денег уже? 1620. Ну, деньги капают не так быстро, как я рассчитывал. Я рассчитывал, что у нас тут вообще сейчас будет миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна. Видишь ты? Какие гребаные черви. Смена оружия. Сюда пойдет шмайсер. Сюда пойдет шмайсер. Это... Не сомневайтесь. Шмайсер сейчас не лучше, чем наш обычный пистолет. И у нас есть коса. То, что я хотел как раз. Я как раз хотел раздобыться косой. У нас, во-первых, увеличение урона. Косой есть. А во-вторых, мы будем халявно убивать зомби. И халявно получать в зомби увеличенную популярность. Мы можем и других противников попробовать, но... Без заморозки, конечно, стремно. Полно патронов на дробовик. Вот, тут только ближнебойные зомби. Значит, ребята... Время пить чай. Ну... Вот так вот. И дополнительная популярность идет нам тоже. Ага, это мы знаем. Три, девять... Так, секунду. Три, девять... Три, девять, пять, шесть. Три, девять, пять, шесть. Чудно. Еще бабло. Оу, закрытая дверь. Окей. А! Практикально. Ну, еще четыре отмычки мы должны открыть эту дверь. Тут, наверное, магазин будет. У нас как раз есть лишние деньги, чтобы потратить их. В принципе, мы можем даже взять автомат с деньгами. И все равно мы получим два хороших предмета после окончания комнаты. Ага, я вижу вас. Идите сюда, ребята. Ну, наверное, вот это была плохая идея использовать косу здесь. Ну, ладно. Оса. Шанс крита. Крит это, кстати, очень-очень-очень хорошо. И здесь, кстати, не был магазин. Просто предмет. Ну, пять крита это дофига. Ключ. О, халявный. Заряжаем. Клавиатура. Что? Клавиатура. А что? Ну, клавиатура. Ну, клавиатура. И что? Ломофау. Это имеется в виду... Ничего не понял. Ломофау. Это, наверное, имеется в виду код. Типа на клавишах телефона. Слушайте, у меня нету этого. Телефона с клавишами. А ну-ка, посмотрю в своем орехоколе. У меня не пишут эти... Имеется в виду, что на телефонных клавиатурах, на цифрах пишут еще буквы. У меня такого вот нету здесь. Это, в основном, американская штука. И у меня нет такой клавиатуры под рукой. А на моей клавиатуре, которая... На которой я играю, такого нет. Но я понял, как разгадать эту загадку. Но... Но не получается. Что лучше, дробовик или винтовка? Мне винтовка больше нравится. Ладно, хрен с ним. В магазин мы не смогли зайти, потому что не решили загадку. Но как-то... Как-то, если честно, наплевать. Я куплю нам автомат брони на следующий этаж. Чтобы мы не печалились. Чтобы нас там не порешали первых попавшихся о комнатах. И поэтому... Опять я пришел в тупик. Ну что ты будешь делать? Я иду к телепорту. Продолжаю заходить в ненужные комнаты. А, просто у нас тупики и там, и там. И с той, и с той стороны. Короче, я дурак. Я пройдусь пешком до комнаты с боссом и все. Ничего в жизни не понимаю. Да, жаль, что в магазин не попали. У нас были деньги. Я надеюсь, что эта коса будет для нас просто панацеей для всех наших проблем. Так, аптечку. Хорошо. Окей, поехали на следующий этаж. Вы можете дважды использовать все автоматы. Хм. Окей. Плюс 5% урона. Всегда хорошо. И немножко брони. Ну и повысим, я не знаю. Давайте, наконец, повышать здоровье. Начнем, что ли. Ах, надо было сохранить и выйти нажать. Черт, чуть-чуть будет, наверное, притормаживать игра. Ну ладно. После этого уровня обязательно не забыть. Сохранить и выйти сделать. Ну тут будут легкие притормаживания на этом этаже. Я думаю, кстати, здесь мы сделаем то же самое. Сначала прямиком пойдем на босса, а потом уже будем все остальное на уровне исследовать. Перед тем, как идти дальше. Чего? Ага, вот оно что. Просто веселые ребята сидят в засаде на столах. Так, ну в основном нам в комнатах, конечно, все-таки этот пистолет пойдет. Так, эти зомби, они ближнебойные. Они нам урона не наносят. Мочи снеговиков. Ох ты, собака. А вот на этих парнях мы набьем себе халявных... Халявной... Славы. В смысле популярности. Ну вы меня поняли. Хорошо. Продолжаем двигаться. Ого, как мы убиваем. Этот пистолет начал реально большой урон наносить. После повышения урона, который мы набрали. Так, тут первым делом, я думаю, надо убить червей. И тогда на снеговиках я хочу попробовать популярности набрать. Косой. Не популярности, которая косая, а в смысле используя косу, набрать популярности. Потому что коса на самом деле имеет... Вау! Этот снеговик на меня прыгнул. Коса имеет довольно высокую дальность, как ни странно. Поражение. Так что я с радостью ее использую. Знаете что? Я возьму еще брони на всякий случай. Я реально хочу пройти этот этаж. Я не шучу. Если вы думаете, что я с этим делом шучу, знаете что? Да, ребята. Идите-ка вы все нахрен. Судя, вы можете видеть, потому что я стреляю из дробовика в комнате в этой, я очень хочу пройти. Мы этот этаж проходили, по-моему, один раз, но следующий ни разу. Я хочу оба этих этажа пройти. Так, здесь аптечка, если что. И все, мы сейчас будем идти на босса. И будем его уничтожать. Ну, ни пуха, ни пера. Будем использовать винтовку или дробовик. Наверное, винтовку все-таки. Да, тутя. Опять он со старту зажимает нас. Вау. 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 Ну, я, если честно, немножко говорю, что это вчес. Но. Он просто раз, два, три, несколько ударов и все. У нас было 50 здоровья, 50 брони. Куча блокировок прошло, но когда мы стоим впритык к стене, и он делает крутящуюся атаку, она наносит, наверное, тысяч пять урона просто. И все. Наверное, я что-то мог там сделать. Но... Но я не смог. Не получилось. Ладно, я не буду с себя снимать ответственность. Сто пудов я виноват. Но мы попробуем еще раз. Пока что, я надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, нажмите внизу кнопку лайка. Это огромная помощь. Хотите смотреть продолжение? Конечно же, подписывайтесь. А я благодарю вас за просмотр. И мы с вами обязательно увидимся в следующий раз. Спасибо. Спасибо.